Слава Богу, братья и сестры, за этот прекрасный день. Бог, который дает нам в жизни, чтобы мы проводили и были в Доме Божьем, слыша Слово Божие, как брат говорил, чтобы это Слово, оно растворялось в нашем сердце, верою и приносило плод уже завтра или дальше, чтобы на самом деле это Слово, оно работало в нашей жизни, а не остановилось, знаете, просто может хорошей историей, просто может тем, что я уже знаю, слышал давно. Но, знаете, как-то вечером, читая детям с детской Библии определенный рассказ, я прочитал, дети уже легли спать, и я начал размышлять, я думаю, Господь, вот как часто, иногда может, включая там дети, христианские мультики или читая рассказы, думаешь, вот как иногда и в нашей жизни эта просто история остается хорошим рассказом. Мы знаем определенных библейских героев, и мы иногда просто думаем, что, наверное, это, ну, даже не то, что вымышленно, но как будто как в мире сказочные персонажи, которые когда-то были, но для меня сегодня не имеет этого определенного значения. Я сегодня бы хотел вместе с вами еще прочитать про одного пророка. Это относится к малым пророкам, к малым не потому, что он был маленького роста, как многие говорят, да, то есть не потому, что там что-то такое сделал, но просто мало оно было им написано. То есть в Библии есть большие пророки, есть малые. Отличается лишь тем, что на самом деле кто-то, Бог через кого-то очень много писал, говорил, обращается к народу, но мы прочитаем про этого пророка, это пророк Иона. Знаете, иногда некоторые думают, что это, может, был персонаж хороший, который рассказывается в Библии, но мы верим, что это был на самом деле человек на этой земле, и Писание говорит, что на самом деле он жил во времена царя Иеравама II, который на самом деле не просто мы иногда, когда кто-то спрашивает, что ты знаешь про Иону, да, или дети сегодня спрашивают, что ты знаешь про Иону. Ну, наверное, это тот человек, который проглотила большая рыба, большой кит на Библии написано. Но на самом деле мы читаем и не только в книге пророка Иона, в 4-й книге Царств, 14-й главе, тоже говорится о том, что Иона пророчествовал и пророчествовал уже именно внутри того государства, в котором он жил. Будем читать книгу пророка Иона, 1-я глава. «И было слово Господня к Ионе, сыну Амафиину, «Встань, иди в Неневию, в город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Мы читаем это начало этой книги, которая на самом деле очень маленькая, 48 стихов в четырех главах, не очень много, но очень компактно, очень насыщенно то, о чем Бог говорит через этого пророка. И первое мы читаем, что было слово к пророку Ионе. Знаете, я понимаю, что это не первое слово и не первое обращение к Богу, к Ионе. Как я говорил, в 4-й книге Царств, 14-й главе, написано, что Иона, через Иону Бог говорил, что Он восстановит границы Израиля. То есть мы читаем, что и до этого было слово к этому пророку, и он пророчествовал. И знаете, до этого Он говорил, что Бог восстановит границы, и было достаточно хорошее слово через Него, которое Бог обращался к народу израильскому. Но здесь Бог обращается к нему и говорит немножечко противоположное. Уже идет слово, которое обращено не к Израилю. А знаете, интересно, что евреи книгу пророка Иона читают на судный день. И знаете, Его считают одним из самых сильных патриотов Израиля. Самый сильный патриот. Почему? Потому что Он очень заботился, переживал о том, что будет с Его народом, и очень заботился, чтобы враги Его, Израиля, были уничтожены. Это очень сильный патриот своего времени и своей страны. Но здесь Бог к нему говорит, Иона, встань, иди в Ниневию. Написано, что Ниневия – это была столица сирийского государства. На самом деле, на то время сирийское государство, из исторической справки, в свое время оно переживало и рассвет, и упадок. И мы знаем, что сирийское государство в свое время, оно захватило израильское государство, ввело в плен. Это первое пленение, очень сильное. И Бог говорит Ионе, иди встань, иди в Ниневию. Но мы дальше считаем, что Иона встал и не пошел в Ниневию. То есть, если Бог ему говорит, иди на восток, а он собрался и пошел на запад. Он пошел в противоположную сторону. И, знаете, мы можем задаться вопросом, почему Иона так сделал. Но на самом деле, на то время сирийское государство, вот есть, как сказать, разные периоды были в истории человечества. И одни империи, можем сказать, были более лояльные, менее лояльные, были жестокие, были очень жестокие. И историки говорят, что сирийское государство – это было одно из самых жестоких государств во времени. То есть, если до нас дошли, там, глиняные таблички говорят, описание тех дел, которые делали именно ассирийцы с врагами, или делали с теми городами, которым они поступали. На самом деле, даже сегодня читаешь и понимаешь, что это очень жестоко. То есть, многие цари очень любили снимать с людей кожу. И на самом деле, это делали все очень публично. Другие, на самом деле, чтобы устрашить другие народы, чтобы, когда они приходили уже к определенным городам, люди боялись и понимали, что если они не сдадутся, с ними сделают вот так и так, да, или, там, отрубали головы, складывали всякие пирамиды, или, на самом деле, очень жестоко. Это были очень жестокие люди. И не просто Иона не хотел идти в этот город. Он понимал, он знал, и в Библии написано, что злодеяния дошли до Господа. Бог видел, понимал, что происходит в этом государстве. И Иона, он не захотел слушать. Знаете, здесь в этой книге есть разные действующие лица. Первый идет к Ионе. Иона не захотел слушать Бога. И написано, и убежал в фарсис, убежал в противоположную сторону. Сел в корабль, чтобы плыть в другое место совершенно. Но мы читаем, что... Четвертый стих. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Мы читаем, что когда Иона сел в корабль, и дальше написано, что Иона спустился в трюм и заснул. Как многие говорят, знаете, еще не посчастливилось плавать на корабле, не знаем, может, что такое морская болезнь. Кто-то там смотришь, и на самом деле очень сложно, не просто бывает в штиль, в бурю, в шторм, но некоторым и в штиль бывает сложновато плавать. Но Иона в буре, он смог на самом деле по каким-то причинам очень заснуть сильно. И эти корабельщики, написано, люди, которые были на этом корабле, знаете, это были опытные люди, они понимали, они видели, наверное, не один шторм в своей жизни, но в какой-то момент они поняли, что это не просто шторм. Они разные видели, но они поняли, что это что-то особенное. Написано, что эти люди, как по-своему знали, они начали взывать каждый к своему Богу. И, знаете, они начали кидать жребий. Кто-то, говорит, можно кубики кинуть, на кого попадет, кто-то еще что-то кинуть, кто-то считалочку, как дети. Кто виноват, кто почему, что произошло. Знаете, Ион, хоть Иона спал, но написано, жребий пал на Иону. И они спросили, кто ты? И он говорит, я еврей, я чту Бога. Можно было спросить, как ты чтишь Бога? Ты убегаешь от Бога? Как ты чтишь тем, что ты сегодня не в послушании? Но он говорит, знаете, он, как мы можем иногда красиво говорить, он думал, он назывался тем, он говорит, я еврей, я чту. Хотя они потом начали рассказывать, что в его жизни происходит. И, знаете, эти люди, написано, устрашились. И он говорит, знаете, что сделать? Вот один выход у вас, бросить меня в море. Они, наверное, очень сопротивлялись, не хотели, но потом поняли, что если они это не сделают, то на самом деле корабль погибнет. И они бросили Иону в море. Знаете, этим и кончается первая глава. Иону выбросили в море. Все утихло, успокоилось. И написано, что 2-я глава 1-й стих говорит, что повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве кита три дня и три ночи. Сегодня можно спросить у нас, взрослых людей, мы верим ли в то, что большой кит проглотил Иону. Однажды, как смотрел опрос, когда людям на улице спрашивали и говорили, слушайте, вот, вы знаете, что был такой человек, и что его проглотил кит, большая рыба. Многие говорят, а где такое написано? Где это вообще об этом сказано? Знаете, иногда, читая в Библии, мы можем подумать, ну, красиво написано, красиво сказано. Но было ли это на самом деле или нет? Знаете, у одного мальчика спрашивают, говорят, слушай, ты веришь, что кит проглотил Иону. Он говорит, знаешь, я настолько доверяю Библии, что если бы сказали, что Иона проглотил кита, то я бы тоже поверил. Знаете, конечно, есть детская вера, а есть, на самом деле, когда мы доверяем Божьему Слову, что Бог говорит. И сегодня многие иногда, ученые, ну, думают, могут прикидывать, могут так рассуждать, какая же все-таки рыба, что за существо могло проглотить Иону. Многие сегодня сходятся во мнении, что это был кошелот, потому что семейство китовых больше, наверное, никто не мог так, не могло произойти. Это кит, это млекопитающее, это не рыба, это млекопитающее животное, которое в длину достигает 20 метров и очень легко проглатывается. На данный момент он питается кальмарами, больших кальмаров. Но многие сводятся во мнении, что он мог проглотить Иону. Да, особенно, когда в прошлом веке были охоты, китобойная, и охотились на кошелотов. Были такие случаи, когда, на самом деле, разбивая корабли, эти киты очень агрессивные, и они проглатывали людей. Был даже случай, говорят, многие сегодня спорят, был, не был он там, в конце 19 века, что один из кошелотов проглотил моряка. Говорят, что потом эта рыба умерла, погибла все-таки, и когда вскрывали, нашли этого человека, он пробыл там около 16 часов. Говорят, что выжил. Конечно, сегодня, по-разному сегодня, кто-то говорит, что это может такое быть, не может, но мы доверяем Божьему Слову, что сегодня Бог говорит, что это было. Что Бог повелел Большому Киту поглотить Иону. Проглотить. Сегодня можно говорить, как это было, что это было, но мы понимаем, что Богу сегодня повинуется все на этой земле, и Богу сегодня все возможно. И знаете, когда Ион оказался в этом ките, интересно, что когда он находился внутри корабля, знаете, он не молился. Первый из уроков, иногда, когда люди убегают от Бога, они не могут молиться. Когда идут против воли Божьей. Знаете, когда Ион оказался в очреве этого кита, написано, что только на третий день он возвал к Богу. Иногда думаешь, Иона, ну неужели нужно было ждать три дня? Знаете, есть иногда до кого быстро доходят, до кого-то не очень быстро. Знаете, у нас в дети есть разное. Вот у нас дети, кому-то скажешь слово, ему достаточно, да, то есть, кому-то понимаешь, что нужно что-то больше, чем слово, а кому-то еще немножечко больше, да, то есть, чтобы, ну, дошло. Знаете, вот интересно, что написано, что Иона был в очреве кита три дня и три ночи. И потом уже, когда, на самом деле, мы читаем в Новом Завете, это Христос говорит, что как Иона был в очреве кита, так и Сын Человеческий будет в очреве кита три дня и три ночи. Знаете, многие ученые говорят, что у кита двойной желудок, и что, на самом деле, первая часть, она находится три дня в первом желудке, а потом попадает во второй желудок. И знаете, интересно, что если бы Иона пошел дальше, то он бы, скорее всего, не вышел, ну, по нашим рассуждениям. Но, знаете, интересно написано, что в третий день третий стих написано, «И сказал Господу, возвал я в скорби моей, и Он услышал меня, и с чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой, и вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, и все воды твои, волны твои проходили надо мною». Интересно, что киты погружаются на глубину около больше трехсот метров, говорят, Иона говорит, «Я дошел до глубин земли, до глубин моря». И интересно, что молитва Ионы, она не была, знаете, такой интересной, он не возвал, и не была просьба, Бог, избавь меня из этой ситуации. Он не просил об этом, мы не читаем, что его молитва, он говорит, «Я возвал, и Бог услышал». Братья и сестры, сегодня иногда, вот как брат Алексей говорит, мы иногда взываем к Богу, мы не знаем, услышал нас Бог или не услышал. Но Иона говорит, что там в глубине я возвал к Богу, и Бог услышал меня. Братья и сестры, Бог слышит, когда мы взываем к Нему. Бог есть тот, кто отвечает сегодня, говорит, действует сегодня в нашей жизни. Иона здесь не говорит, «Бог, избавь меня от этого». Но значит, Он говорит, «Я сказал, отринут я от этого, чьих твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня в воды, до души моей бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя, до основания горя не шел. Земля своими запорами навек загородила меня. Но ты, Господи Божий мой, изведешь душу мою из ада, когда изнемогла во мне душа моя. Я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Один говорит, что в другом переводе написано, что Иона воспел Богу. Он начал петь Богу. Знаете, иногда в нашей жизни бывает, когда мы не можем молиться, но песня звучит, Бог дает напоминание, на самом деле, может, то, о чем мы слышали, когда-то пели, когда-то говорили, мы начинаем взывать, мы начинаем хвалить Бога. Знаете, здесь интересно, что Бог Иона, первое, что Он сделал, Он восхвалил Бога. Второе, дальше написано, что Он покаялся перед тем, что на самом деле, Он совершил, что Он ушел от Бога. А третье, Он обновил завет, обновил обещание, которое давал Бог, что обещал, исполню. Что обещал, исполню. Знаете, мы иногда, находясь в трудных обстоятельствах жизни, мы первое, конечно, начинаем вызывать, Господи, избавь меня от этих обстоятельств, удали, чтобы они не были просто в моей жизни. Мы иногда можем мне сказать, Бог, для чего, что происходит в моей жизни, на каком сегодня я и пути, где я сегодня нахожусь, как ты сегодня меня ведешь, каким путем. Бог, дай мне понимание, дай мне разумение. Знаете, написано, что когда Иона совершил эту молитву, написано, что Бог повелел и сказал Господь, киту Иона, зверг Иону на сушу. Когда Иона помолился Богу, на третий день, может сказать, если бы помолился в первый день, раньше бы вышел на свободу, раньше бы получил освобождение, но ждал третьего дня, какое-то обстоятельство, он понимал, что если он дальше будет стоять в своем упорстве, он дальше будет идти, какие-то обстоятельства, он просто дальше не выйдет. Написано, что Бог повелел киту Иону, и зверг Иону на сушу. И дальше третья глава написана, было слово Господня к Ионе вторично, встань, иди в Невнению, город великий, проповедуй в Нью, что я повелел тебе. И встал Ион и пошел в Неневию по слову Господню. Неневия же был город великий, у Бога на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Неневия будет разрушена. Мы читаем, что Неневия, здесь такая численность населения, написано, что 120 тысяч человек. Сегодня по переписи, население 19-й год, но у нас 125 тысяч в Пинске. Если Борисовы говорят, 137 тысяч населения, то есть, мы можем сказать, как город Пинск, было Неневия. То есть, Пинска, можно представить, можно Пинск пройти за три дня, но если берем средняя скорость человека, 5 километров, километров в час, ну, понятно, что Иона, наверное, не ходил, там уже вообще, целыми днями понимаем, что он не просто ходил, он проповедовал. Здесь мы читаем, с одной стороны, что была очень короткая проповедь, короткая проповедь, еще сорок дней, и Неневия будет разрушена. Знаете, он даже не призывал, может, людей покаять, еще что-то там такое, он не был все равно до конца в этом заинтересован. Но, по слову Божию, он понимал, что с Богом спорить не стоит. Он пошел и говорил, сорок дней, Неневия будет разрушена. И написано, что это слово, оно дошло до царя. Написано, что Иона был знамением для неневитян. Он был знамением для тех людей. Кто-то говорит, что когда он находился в очреве кита, находился в желудке, понятно, что желудочный сок, это кислота очень сильная. Сегодня, да, то, что проглатываем мы, как справляется наш желудок, иногда мы можем очень только задаваться очень многим вопросом, но Бог так сделал, что там очень сильная кислота. Многие говорят, что Иона, на самом деле, по внешнему виду, физически переживший то, что он был внутри, внешне как-то выглядел не так, как обычно. Примеры того человека, который прогласил тогда кашалот, говорят, что когда его достали, это был человек, на самом деле, очень белый, на самом деле, пигментация была исчезла, исчезла с его лица, то есть, цвет кожи, все выдавало то, что этот человек находился где-то. Многие говорят, что смотря на Иону, они понимали, и особенно, может, он рассказывал о том, что с ним произошло, эти люди задумывались о том, что на самом деле это непростое слово. И написано, что это слово, оно дошло до царя Неневи. И пятый стих, мне очень нравится, что и поверили Неневичане Богу. Знаете, здесь не написано, что они просто поверили Ионе. Они не просто поверили тому слову, мы иногда просто можем поверить слово человеческому, иногда верим, не верим, мы говорим, но это так люди сказали, это так кто-то сказал. Но написано, что поверили Неневичане Богу. Знаете, нам очень важно то слово, которое мы слышим, мы очень важно на самом деле принимать его как слово Божие. Очень важно сегодня понимать, что Бог сегодня не просто пастырь, не просто дьяконы, не просто служители, не просто кто-то говорит, но Бог сегодня говорит в мое и твое сердце. Написано, поверили Неневи, а не Богу. Написано, царь объявил пост и сказал, что все, чтобы все люди постелись, одели в речище. Знаете, не просто люди, написано животных, ввели в пост. Как день человека, у нас было хозяйство, мы решили проверить, сколько все-таки мои овечки, у него овечки были, козы, сколько мои овечки и козы могут выдержать без воды и без корма. И меня дети обычно кормили, он говорит, я сказал, дети, с этого времени мы не кормим наших животных, будем проверять, сколько они выдержат. Потому что, говорит, ну, тут не написано, сколько, говорит. Знаете, прошло три дня, я понял, что мои овцы начали плавать. Я понял, что если я дальше, ну, не буду им давать воду, пищу, то мои животные пропадут. Знаете, потом я говорю, знаете, дети, наверное, можем долго, недолго постелись эти люди, но даже, по сути, по животным они долго не могли выдержать. Но, знаете, Бог увидел смирение этих людей. Бог внял. И написано, что Бог изменил свой приговор. Знаете, в 4 главах, когда написано, 10 стих написано, увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего и пожалел Бог о бедствии, о котором и сказал, что наведет на них и не навел. 4 глава начинается, Иоанн сильно огорчился, этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, о Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно? И вышел Иоанн из города и сел с восточной стороны у города и сделал себе там кущу и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Иоанн, и над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иоанн весьма обрадовался этому растению и устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало полить голову Иоанны так, что он из немог, и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Иоанне, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Неневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Знаете, Писание говорит, что Иоанна сильно огорчился. Я говорю, он был сильным патриотом. Знаете, когда мы сегодня проповедуем людям, я не видел, что проповедники очень сильно огорчаются, когда люди каются. Наоборот, им хотелось бы, чтобы больше людей каялось, обращалось к Богу. Иногда, вы говорите, столько тысяч покаялось, там еще. А Иоанна очень огорчился. Он хорошо проповедовал. Знаете, в кавычках, старался. Покаялось очень большое количество человек, да, мы говорим, 120 тысяч. За такое короткое время, за короткую проповедь, покаялся, покаялся целый большой город. Знаете, интересно, историки говорят, что через 150 лет Неневия все-таки была разрушена. Об этом пророчествует пророк Наум. Случилось в этом городе, но знаете, интересно, что тот момент, когда люди смирились в этом городе и обратились к Богу, на 150 лет изменилось определение Божьей в жизни этих людей. Это несколько поколений. Знаете, для нас сильный урок. Мы понимаем, что мы иногда думаем, как я могу повлиять на будущее. Мы говорим, Господи, тяжелые времена грядут. Мы понимаем, что может тяжелое время живут наши дети, сегодня разные вызовы. Но знаете, смотря на историю даже этого города, очень нечестивого, злого, но мы понимаем, что когда люди взывают к Богу, Бог начинает что-то совершать. Бог начинает делать. Может, даже были определенные определения. Еще, знаете, когда в смирении люди взывают, это не остается незамеченным. Знаете, Иоанн, написано, сел и смотрел, когда Бог, знаете, он думал, что, ну, или испепелит этих людей, еще что-то совершит. Описано, он вышел за город. Знаете, по-человечески, он все обращают там, что растение выросло. Знаете, сначала он для себя сделал шалаш. Он думал, что он сам для себя защитит. Он сделал шалаш, чтобы солнце не палило его голову. А знаете, Бог посмотрел, и вместо этого шалаша растение за день выросло. И такое, что он понял, что под Божием лучше, чем под своим. Под Божием лучше. Он сделал шалаш, а Бог от своего шалаша, вы знаете, может, что-то имел. Ну, а когда выросло растение, написано, так ему хорошо стало, так приятно. А потом это растение, когда погибло, он говорит, даже до смерти, вот так опечалился Иоанн. Знаете, вот интересно, особенно мне больше, уже когда второй стих, Иоанн, когда общается с Богом, он говорит, я знал Бог, что ты благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеешь о бедстве. Знаете, Иоанн заявляет такие вещи, Бог я знал. Благий, Бог я знал, что ты добрый. Бог я знал, что ты милосердный, человеколюбивый. Бог, но я всегда хотел это применять к себе, применять к своей семье, к своему народу. Бог я знал. Как один говорит, знаете, мы иногда знаем, что благость в том, что мы получаем то, что мы не заслужили, а милость в том, что мы получаем то, что мы заслужили. Знаете, мы иногда ожидаем, что все-таки милость Божия в нашей жизни будет явлена, и мы не получим то, что мы заслужили, может, по своим делам, а наоборот, в нашу жизнь придет то, что мы не заслужили. Знаете, здесь я когда читаю, говорю, Бог, Иоанн, знал о тебе букву, Он знал, какой ты, но не знал тебя. Он так и до конца не знал, почему ты Бог добрый. Он так и не узнал, Бог, почему, кому это относится. Знаете, мы сегодня, получив спасение, получив оправдание, знаете, мы иногда думаем, да, Бог, ко мне я понимаю, может, почему бы ты добр был. Хотя, знаете, когда мы каялись, мы понимали, Бог, мы недостойны того, что ты призвал, оправдал, помиловал нас, мы считали себя грешными, но прошло время, и, знаете, мы смотря на себя, мы думаем, ну, неплохо выгляжу, красивый, опрятный, хорошая работа, все есть, казалось бы, и заслужил. Но, братья и сестры, мы не заслужили. Это то, что Бог сказал, ибо так возлюбил Бог мир. Знаете, в этом слове так, вот, заключается настолько много, настолько сильно, что мы до конца, наверное, не сможем понять. Знаете, может, кто-то в этом сегодня, в зале находится, может, еще не покаялся, не обратился к Богу, и думает, Бог меня никогда не просит, иногда общаясь с людьми, и думает, что я сделал в жизни вот это, вот это, вот это, и я не заслуживаю Божьего прощения, Божьего спасения. Но, знаете, вот, Бог смотрел на этих осирийцев, другие смотрели, говорят, написано, вопияли к Богу о них, и они говорят, они заслуживают очень сильного наказания. А Бог смотрел и хотел проявить милость. Знаете, братья и сестры, Бог сегодня желает проявлять милость. Знаете, дальше, когда мы смотрим сегодня в этот мир, знаете, мы можем определить, вот кто-то заслуживает Божьего спасения, а кто-то нет. Мы смотрим на определенные народы, нации, мы можем сказать, вот они заслужили, мы заслужили, а они, наверное, нет. Знаете, А Бог смотрит и говорит, что сегодня Он желает спасти всех, Он желает сегодня помиловать, даже тех, кто сегодня не заслужил, даже тех, кто, может, сегодня тебя или меня обидел, или очень большое зло сделал в твоей жизни. И знаешь, что Бог желает сделать для этих людей? Он желает их спасти, Он желает их помиловать, даже тех, кто по нашим меркам этого не заслуживает. Почему? Потому что Бог сегодня самовысоко на земле, Он оценивает жизнь человеческую, Он оценивает на самом деле душу человеческую. Знаете, однажды у одного военнокомандующего спрашивают, он говорит, вот ваше войско, оно одерживает победу. Он говорит, послушайте, неужели все средства хороши для достижения вашей цели? Знаете, я смотрю на его, он, наверное, понял, к чему клонит тот корреспондент. Он спрашивал, неужели сегодня, вот для достижения ваших целей, сегодня вы готовы пойти на такие большие жертвы? Знаете, он говорит, да, это победа, но, он говорит, я не могу оценить с точки зрения, даже этот человек, казалось бы, неверующий, но с точки зрения жизни человеческой я не могу оценить эту победу. Я не могу оценить, потому что очень много, большая жертва была заплачена за эту победу. Знаете, я слушаю этого человека, думаю, на самом деле, с одной стороны, его хотели, знаете, как бы с потешка схватить, но на самом деле Бог говорит, что сегодня жизнь человеческая, она бесценна, потому что он умер сегодня за каждого живущего здесь, на этой земле. Бог сегодня умер. Братья и сестры, и Павел уже к посланию к Тимофею говорит, что прежде всего, говорит, я прошу вас, прежде всего, я прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за кого? Он говорит, не только за свою страну, не только за свой дом, совершайте это за всех людей, говорит, дальше, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Знаете, мы готовы молиться выборочно, мы готовы молиться, может, за тех, кто рядом, за тех, кто, может, сделал мне добро, хорошо, но Бог говорит, послушай, сегодня посмотри дальше, посмотри шире. Да, сегодня, знаете, вызов в этом мире сегодня очень много, сегодня много происходит конфликтов, и сегодня, знаете, может, мы не переживаем, что, может, где-то переживают, и кто-то, может, сказал, ты не пережил просто потому, что, что я пережил в жизни. Как ты можешь сегодня молиться за врагов? Как ты можешь мне сказать, что я должен молиться за обижающих? Знаете, как один проповедник говорит, я не знаю, как это сделать, но Библия об этом говорит. Можем сказать, Бог в наших силах человеческих этого нету, но об этом говорит Библия, об этом говорит Писание. Сегодня, смотря, может, на все злодеяния, которые происходят в мире сегодня, кто-то скажет, кто прав, кто виноват, но, знаете, Бог, смотря сегодня, Он говорит, сегодня я ценю душу человеческую, и я сегодня желаю спасти, я желаю сегодня помиловать, я желаю сегодня благословить. Сегодня, пускай Бог в наше сердце, знаете, мы можем, как и Он, сказать, Бог, я знаю, что ты добрый, но я не хочу, чтобы эта доброта выходила дальше моей семьи. Бог, я знаю, что ты хороший, я переживал много благословения, но, как брат, вот, сейчас говорил, на самом деле, как важно, чтобы это выходило дальше. Чтобы на самом деле, там, где тьма сегодня воссиял, свет великий. Чтобы там, где на самом деле сегодня разруха, сегодня пришло Божие спасение, Божие благословение. Знаете, может, сегодня мы не видим таких неневий в нашей жизни, но, пускай, Бог открывает наши глаза, и мы говорим, Бог, я хочу узнавать твое сердце, почему ты такой. Бог, я хочу снова и снова переживать ту любовь, которую ты однажды явил мне, и чтобы эта любовь, она распространялась дальше. Я хочу, чтобы на самом деле эта любовь, она распространялась дальше и дальше. Знаете, я всегда, когда езжу на работе, я говорю, Господь, давай мне людей, которым я хочу свидетельствовать. Иногда может тяжело начать, тяжело как-то рассказать. В эту пятницу буквально заезжаю к одной женщине, я передал товар. Знаете, выходя соезжать в машине, я понял, что я забыл там терминал для оплаты. Я снова возвращаюсь к этой женщине, стучусь в дверь, она открывает. Я говорю, слушайте, я забыл у вас терминал, принесите, пожалуйста, мне. Она точно, ой, точно, вы забыли, приносит мне мою барсетку. И, знаете, с порога меня тащит. Так, а теперь пойди посмотри в зеркало. Ну, реально, прямо там с порога меня тянет. Ну, человек живет в определенных приметах. Я говорю, подожди, я еле сдержался там на пороге. Я говорю, подождите, подождите, я говорю, никуда меня тащить не надо, мне никуда смотреть не надо. Она говорит, ну как же? Знаете, я понял, для чего я вернулся в этот. Я уже опаздывал на все заявки, я уже опаздывал. Я говорю, знаете, есть Бог, есть Бог живой. Знаете, она начала рассказывать свою жизнь, как она пережила там смерть мужа в 53 года, как она пережила инсульт, сейчас ей больше 60 лет, как она снова начала ходить, дальше действовать, и насколько дьявол поработил ее там через всяких там исцеления, там еще, знаете, в кавычках исцеления, да, то есть тех людей, которые там пытались всю ее жизнь. И, знаете, уходя, я думаю, Господи, на самом деле, как важно, чтобы мы видели тех, кому ты сегодня желаешь, чтобы я послужил. Бог, чтобы мы видели тех, за кого ты сегодня желаешь, чтобы я пришел и сказал, еще может то и то в твоей жизни, и придет, может, разрушение. Но Бог сегодня простирает к тебе свою милость. Бог тебе сегодня простирает свою любовь. Братья и сестры, чтобы на самом деле мы смогли увидеть шире, что Бог на самом деле сегодня любит всех. И Божья любовь, она безгранична. И даже к тем, кому мы, Бог скажет, вот мы не пойдем чем проповедовать, мы не пойдем чем говорить, мы не пойдем, может, а то и то, но пускай Бог сегодня сделает наше сердце обширным и большим, чтобы на самом деле не только слова «Бог, я знаю», а на самом деле это было внутри нашего сердца. «Бог, я делаю, потому что я знаю, что ты благий, я знаю, что ты добрый, я знаю, потому что это внутри меня, потому что ты открыл это для меня». Давайте мы встанем, еще будем молиться, будем молиться за себя, мы будем молиться также, чтобы Бог сегодня совершал спасение, преображение в наших домах, в наших семьях, в наших городах, селах и дальше, чтобы Божья слава наявлялась на этой земле.